ПЕСНЯ Ровно через пять дней самолет Робби Рей Брэдбери приземлился в Москве. Вездесущая желтая пресса тут же разнюхала и раструбила по всем изданиям, что Неваляшка перед встречей с Робби Пилой потерял покой. Некоторые писали, что Неваляшка струсил и прячется, другие, что он после прилета Рей Брэдбери в унынии и чуть ли не в депрессии. Сама же встреча противников произошла при следующих обстоятельствах. Первое. Бой состоится. Второе. Все расходы на организацию, на пиар, на рекламу, все берет на себя мистер Рей Брэдбери. Третье. Бой не за титул, а за принцип. Двое серьезных мужчин выходят на ринг биться из-за дамы. При выполнении одного особого условия вы, господа, получаете один миллион долларов на лоб. А какое особое условие? Вы ложитесь во втором и шестом раундах. Это нокдауны. Робби побеждает не нокаутом, а пачком. Его имидж не страдает. А Неваляшка у нас вообще герой. Придержался 10 раундов. Скажи мне, Робби, а зачем тебе вообще все это нужно? Он спрашивает, что это для тебя? Он просто бизнесмен. У тебя в Штатах имени нет. Денег там с тобой не заработать. А здесь ты герой обалденного скандала. Плюс, он ведет себя как тупой ниггер. Он будет оскорблять тебя, а значит нашу страну. Ты выходишь на ринг, практически защитник у Отечества. Ну и что? На тебя поставят. Ты, Вань, свой. Вот в этом наш главный дил. Да, это просто наш дил. Он не жадный. Он хочет, чтобы ты заработал. И денег, и имя. Но если ты согласишься и что-нибудь не так, я боюсь, он все всем расскажет. Про твои свинцовые трусы. Ребята, если вам посвящаться надо, мы подождем. Не отправляем. Надо. Слышь, Лев, будь другом, сходи за водичкой. За какой? С газом. Ты им про трусы рассказал. Я. Зачем? Акт доверия. Людек боится, что ему бизнес порушишь. Но ты же последние 12 боев нокаутом выиграл. Как же так, Семенович? А как, Вань? Они должны мне поверить, понять, что я не кручу. Это миллион, Вань. Я что, для себя стараюсь. А как мы еще миллион получим? Единственный шанс. Я не молодой. Мне женщины уже без денег не улыбаются. Все проходит. И никто руки не подаст. Сокон воды никто не поднесет. Лева, где вода? Значит, мы отказываемся, да? Скажи им, что я согласен. Только после этого боя наши с тобой пути расходятся. Вань. Ну так что, мы соглашаемся получить миллион? Соглашаемся. Спасибо. Мистер Робин! Мистер Робин! Ну что, Иван, чем порадуешь? Да Тани недели уж нету. Волнуюсь я. Тут дурацкое какое-то недоразумение вышло. По поводу недоразумения давно хотел тебя спросить. Ты письмо это сам придумал написать? Или менеджер подсказал? Да жена ваша подсказала. И на английский тоже она перевела. Линда, добрая душа, змеюка подколодная. Напротив Тани интриги плетет. Это, Антон Георгиевич, вы когда Таню увидите, скажите, что я люблю ее, ладно? Или давайте я лучше ей письмо напишу? А только писем не надо. Написал уже одно. Я ей лучше на словах передам.